Всем привет! Это Травел Шоу Велобайки и я его ведущий Макс Лызо. Сегодня я отправлюсь в путешествие на своем велосипеде Аист по городу Минску. За день я планирую проехать по самой длинной велодорожке столицы. Посетить самые красивые парки Минска. Прокатиться по одной из самых длинных улиц Европы. И побывать там, где был основан город Минск. Сегодняшний маршрут составит 30 километров. Вперед! Погнали! Минск это самый большой и самый густонаселенный город Беларуси. Впервые в летописях Минск упоминается в 1067 году. С момента своего основания Минск 18 раз полностью выгорал и отстраивался заново. Сейчас в Минске живет около двух миллионов человек. Это столько же людей, сколько в Черногории, Люксембурге, Мальте и Исландии вместе взятых. В Минске есть тренд на здоровый образ жизни. И я подкреплю свою мысль фактами. В городе работает около 4000 площадок для занятия спортом. И все больше минчан в теплое время года предпочитают ездить на велосипеде. Тем более условия для этого есть. В велодорожек в столице предостаточно. Протяженность самой длинной 27 километров. Проходит главная велодорожка в столице практически через весь Минск. От водохранилища Дрозды до Чижовки. Маршрут просто потрясающий. Через скверы, парки, вдоль набережных. Первая точка моего маршрута — парк Дрозды. Один из самых красивых и современных парков. Здесь есть все, что нужно как для спокойного, так и для активного отдыха. Также здесь найдется много классных локаций для любителей сделать красивые фото. Мостики, водопады и нетронутые уголки дикой природы. Отличное место! Рекомендую всем для посещения. А я двигаюсь дальше. На вопрос, какой Минск, туристы чаще всего отвечают. Спокойный город с широкими улицами. А еще очень зеленый. И это так. Вы только представьте, 40% территории Минска занимают различные парки и скверы. Это же здорово! В Минске растет около 850 тысяч деревьев. И каждая четвертая из них — липа. По одной из городских легенд, именно это дерево высаживали в столице в 1944 году в честь Победы. А я уже еду по Парку Победы. Это один из крупнейших парков Минска. Здесь есть и река, и пляж, и лес, и кафе, и развлечение. И даже настоящий остров птиц. Туда я сейчас и отправляюсь. На острове птиц обитает более 30 видов пернатых. Некоторые из них занесены в Красную книгу. Настоящий мини-заповедник в центре мегаполиса. К тому же здесь оборудовано большое количество мест для наблюдения за птицами, которых вы можете покормить. Но не забывайте о правилах их кормления. Семечки, орешки, крупы, свежие плоды и ягоды — отличный рацион для птиц. Птиц покормил? Можно ехать дальше, в исторический центр Минска. Там у меня назначена интересная встреча. Нужно поторопиться. Ну что, я уже на месте. И готов представить моего собеседника. Человека, стоявшего у истоков белорусского велодвижения. Директора велосипедного клуба «Минск» Алексея Иванова. Алексей, рад приветствовать. Добрый день. И сразу вопрос. Скажите, пожалуйста, что вообще такое велоклуб? Потому что многие зрители не знают, они очень далеки от велодвижения. И какие цели он преследует? Ну, на самом деле, велосипедный клуб в следующем году будет отмечать свое десятилетие. Юбилейчик. Да, уже будет юбилейчик. Ну, идея создания клуба, на самом деле, лежала уже давно на поверхности. Потому что у белорусского велосипедного спорта, все-таки мы начинали с профессионального велосипедного спорта, достаточно неплохая история. И в период советский у нас были олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Потом уже в независимой Беларуси были свои чемпионы мира и призеры олимпийских игр. Поэтому, первое, это хорошая история. Второе, было достаточно большое количество спортсменов, которые по тем или иным причинам не попали на самый топ уровень. Потому что, ну, в велоспорте, как и в других видах спорта, есть разные уровни. Но, тем не менее, спортсмены с достаточно хорошим уровнем, профессиональным. И их было достаточно большое количество. Плюс перспективная молодежь. И уже к тому времени был построен великолепный наш велодром. И как бы все сошлось в одном месте. Плюс исторически сложилось так, что как бы за велоспортом присматривает город. То есть и на сегодняшний момент у нас и руководство попечительского совета, и федерации, и уже наблюдательного совета, это люди из города, из городских властей. И поэтому, как бы, когда появился уже велодром, ясно, что нужно было это создавать. Но, как всегда, помимо вопросов организационных, возникают вопросы финансовые. Мы нашли с городом понимание, как должен финансироваться клуб. И таким образом срослось, мы создали клуб. Вот сейчас он, как бы, уже будет в следующем году отмечать десятилетие. Слушайте, это очень здорово. Вот вы заговорили про город, и сразу же у меня есть еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, как создание велоклуба повлияло на инфраструктуру города? Ну, на самом деле, тут даже вне зависимости от того, как присутствует или есть клуб или нет, на определенном этапе. Здесь надо, я скажу, отдать должное в Минске, да и в Беларуси, на самом деле, очень большое количество реальных любителей невелосипедного спорта, я бы сказал, любителей велосипеда как такового. И различные общественные организации, и различные инициаторы. Я бы сказал, даже миллионы аудиторий, если брать там всю страну. Говорят, в Минске таких точных исследований нет, но более 600 тысяч велосипедов, то есть это достаточно серьезная цифра, мы начали проводить большое количество крупных мероприятий. Один из наших брендов – это Международный Минский велосипедный карнавал. Сейчас, правда, вот из-за этих условий, когда была пандемия и так далее, более 30 тысяч человек мы собирали, то есть в определенной степени. Да, эти мероприятия способствовали тому, что это шло общение между городом и активистами велосипедного движения. Алексей, прошу вас, пожалуйста, проанонсируйте мероприятие в ближайшее время, которое планирует провести велоклуб для популяризации велодвижения. Ну, мы в прошлом году запустили проект, он долго готовился, он называется «Перш Ровер». Это первый велосипед, первый велосипед – любовь на всю жизнь. Идея достаточно простая, это фактически у нас не охвачен был такой сегмент, как дети, которые непрофессионально занимаются велосипедным спортом. И мы запустили этот проект, абсолютно достаточно все просто. У нас есть, мы выбрали на самом деле в велосипедном спорте пять олимпийских дисциплин. Мы выбрали те дисциплины, где человек, который непрофессионально занимается велосипедным спортом, может безопасно для здоровья участвовать в соревнованиях. Это новый проект, достаточно популярный, и в следующий год мы уже планируем его вводить на республиканский уровень, то есть это будет не только в Минске. Ну и традиционно в этом году мы сейчас готовим большое мероприятие. Это мероприятие у нас, вот это один из брендов «Вива Ровер». Мы каждый год сейчас чествуем лучших профессиональных и непрофессиональных спортсменов, плюс 30-летие Федерации, Белорусской Федерации велосипедного спорта в этом году. Также готовится достаточно большое мероприятие, но оно будет позже у нас в этом году, в декабре, ориентировочно 17-го числа. Алексей, скажите, пожалуйста, такой еще вопрос. Может быть, вы можете назвать топ-3 причины, почему стоит полюбить велосипед? Ну тут, наверное, топ-3 будет сложно сказать, когда ты близок к велосипеду можешь попасть в тревел-шоу «Велобан». Да, да, это как минимум. Как минимум, да. Второе у нас, наш бренд, это идеальные путешествия на двух колесах по родной стране. Ну, во-вторых, ты можешь действительно увидеть много интересных мест и так просто примитивно сказать, что это полезно для здоровья. Ну, а если так говорить по-серьезному, то правильно говорим об экологии. Действительно, когда ты используешь не автомобиль, а велосипед, ты, в принципе, помогаешь нашей прекрасной планете быть чище. То есть это тоже очень важно. Алексей, благодарю вас за интервью. Мне пора двигаться дальше. Спасибо большое, что делаете для велоспорта в нашей стране. Спасибо. Ну что ж, друзья, а я отправляюсь в следующую точку моего маршрута. А теперь расскажу вам о месте, в котором мы находимся. Немига, сердце Минска. Это одно из самых узнаваемых и атмосферных мест города, где сошлись современная застройка и историческая архитектура. Как говорится, не был на Немиге, не был в Минске. На Немиге всегда людно. Это то место, где собираются молодежь, уличные музыканты, любители активного отдыха и, конечно же, любители истории. А истории здесь предостаточно. Верхний город. Исторический центр Минска, который очень любят туристы. И я их отлично понимаю. Здесь находится кафедральный собор Святого Духа, построенный в 1633-1642 годах. На площади Свободы стоит городская ратуша. Ее построили в 1600 году в честь получения Минска Магдебургского права. Зимой на площади проходит рождественская ярмарка. Летом выступают уличные музыканты и проходят вечера классической музыки. А тем, кто хочет наслаждаться музыкой в любое время года и времени суток, стоит обратить внимание на музыкальную скамейку, присев на которую можно послушать полонеза Гинского. Чуть ниже, на левом берегу Свислочи, располагается живописный старинный квартал. Троицкое предместие. Его уютные улочки и дома, выкрашенные в нежная тона с черепичными крышами, стали своеобразным символом Минска, запечатленным на сувенирах и сладостях. В древние времена предместие было торговым центром, где пересекались дороги из Вильно, Полоска, Смоленска, Могилева. А с конца 16 века здесь располагалась крупнейшая торговая площадка города – Троицкий рынок. Не успел я дважды надавить на педали, как мой байк привез меня в другую значимую точку. Национальный, академический, большой театр оперы и балета Республики Беларусь. Само название говорит о том, что театр большой во всех его смыслах. В 30-е годы архитектор Иосиф Лангборд предложил создать для театра оперы и балета грандиозный проект с множеством скульптур и барельефов. За основу взял образ римского амфитеатра. В годы Великой Отечественной войны здание театра было повреждено. Однако сразу после окончания войны началась реконструкция. А в 2006 году здание приобрело третий ярус. Фасад украсила скульптурная композиция Аполлона и двух летящих нимф. На главной аллее у театра открылся светодинамический каскадный фонтан, повторяющий силуэт театра. Появились балетная и оперная аллеи, украшенные скульптурными группами балет и оперная муза. Сквер возле оперного – одно из излюбленных мест минчан для прогулок. Будете рядом – непременно загляните. Неси меня дальше, мой верный конь! Это я к чему? Я подъехал к зданию Белорусского государственного цирка, который был построен в 1958 году. Это поистине красивое и впечатляющее произведение архитектурного искусства. Как известно, цирк – это особый мир. Мир, в котором хорошо всем – и взрослым, и детям. Здесь каждый будет смеяться от души. А смех, как мы знаем, продлевает жизнь. В 2008-2010 годах была проведена реконструкция Белгосцирка, после которой Минская арена стала одной из лучших в Европе и мире. В цирке начали работать три корпуса. Был построен репетиционный манеж в шесть этажей. А также появились новые залы и пошивочный цех. При этом здание сохранило первозданный архитектурный облик. Да, дружище, на черепахе, конечно, далеко не уедешь. Лучше рассмотри вариант покупки авто. Атлан М – ваш надежный партнер в выборе и обслуживании автомобилей. Ищите на сайте atlantm.by Дальше в планах моего маршрута Октябрьская улица. Октябрьская – одна из самых тусовочных и обладающих уникальной историей улиц города. Очень долгое время это была одна из главных промышленных улиц Минска. Современный вид она приобрела благодаря фестивалю «В улице Бразил». Напомню, что «В улице Бразил» – фестиваль «Урбан Арта», в рамках которого белорусские и бразильские художники рисовали на зданиях свои работы. Теперь уже сложно представить Октябрьскую без этих гигантских равноцветных рисунков и граффити. Также на улице появилось много культурных пространств и кафе со стритфудом. А вы знали, сколько полезных и важных вещей названо в честь Минска? Радиоприемник, холодильник, мотоцикл, торт, компьютер, крейсер-авианосец, астероид, фирменный поезд, ресторан в Германии, кинотеатр в России, синагога в Канаде и даже металлгруппа «Минск» из штата Иллинойс. Если знаете, что еще названо в честь Минска, пишите в комментариях. Ну а я отправляюсь дальше, к самой длинной улице Беларуси. Не часто бывает, что улицы становятся памятником архитектуры. Мы привыкли считать архитектурными шедеврами церкви и костелы, дворцы и замки. А вот улицы... Но в Минске есть такая достопримечательность – проспект независимости. Ни одна улица в городе так часто не меняла название, как главная Минская магистраль. Она была и Захарьевской, и Мицкевича, и Советской, и Скорины, и даже Халпштрасса. Символом проспекта является Площадь Победы. Как раз сюда я и приехал. Своё название Площадь получила в 1954 году. Именно тогда здесь был возведён монумент – Вечный Огонь. Площадь обрамлена полукруглыми домами с индивидуальными фасадами. Все эти здания выполнены в едином архитектурном стиле и образовывают очень гармоничный и весьма запоминающийся ансамбль. Кстати, неподалёку располагается парк Горького, а если точнее – Центральный детский парк имени Максима Горького. И Минский планетарий – самый крупный в Беларуси. Здесь можно посмотреть фильмы о космосе и вживую понаблюдать за звёздами и планетами в обсерватории. Как же всё-таки легко и удобно путешествовать по городу на велосипеде. Ну что, погнали дальше! Развитая инфраструктура для велосипедистов вдоль всего проспекта позволяет беспрепятственно увидеть и, конечно, показать вам знаковые места города. Например, прямо сейчас я проезжаю мимо площади Якуба Колоса. Площадь Якуба Колоса названа в честь известного белорусского писателя, драматурга и поэта. Рядом расположены две скульптурные группы – Симон Музыка и Дед Талаш – литературные герои произведений Якуба Колоса. С другой стороны проспекта находится Белорусская государственная филармония. При посещении филармонии вы сможете не только насладиться классической музыкой, но и современными интерпретациями в исполнении оркестра. Если бы не Балтика-ноль, я бы и половины не осилил. Кручу-кручу-кручу, педали-кручу. Эх, вот только сейчас я понимаю, почему проспект Независимости стал памятником архитектуры. Белорусский национальный технический университет, кинотеатр «Октябрь», Национальная академия наук – и это еще далеко не все, что можно увидеть на пути. И, кстати, если вы хотите сделать ваше путешествие более комфортным, заходите на сайт компании «Атлант-М» и на сайте atlantm.by выбирайте автомобиль – новый или с пробегом. Двигаясь вдоль парка Челюскинсов, я направляюсь к детской железной дороге, где меня ждет, ну, очень интересный собеседник. Детская железная дорога – единственное в стране место, где каждый желающий, независимо от уровня своей подготовки, может окунуться в мир профессий, связанных с железной дорогой. Например, начальника поезда, проводника пассажирского вагона и даже машиниста. Ксения, привет! Привет! Я гуляю вдоль парка Челюскинсов и говорю телезрителям. Телезрители, меня ждет очень интересный собеседник, а тут два собеседника. Скажи, пожалуйста, кого ты с собой сегодня привела на интервью? Это моя старшая дочь Анфиса, ей 12 лет. 12 лет! Мне кажется, что люди, которые видят нас вместе, думают, что вы сестры. Ну, иногда, да, путают. Прекрасно. Ксения, расскажи, пожалуйста, нашим телезрителям, вообще немножечко о себе, чем ты занимаешься. Я блогер и многодетная мама, у меня четверо детей. У-у-у, многодетная мама, здорово! Значит, ты точно знаешь классные места в Минске для детей. У тебя, может быть, есть свой какой-то топ, там, например, 3 или 5 мест, в которые точно нужно побывать детям? Летом это, конечно же, парки, парк Челюскинцев. Да, вот я как раз вдоль него сейчас прогуливался. Да, парк Победы, и нам очень нравится район Национальной библиотеки, район Маяк, Минск. Часто там любим погулять. Здорово! Анфиса, а ты, пожалуйста, скажи, что тебе нравится, где гулять? Или где мама тебя водит, там и гуляешь. Мне нравится в парке Челюскинцев и в парке Горького. А тебе нравится больше гулять или прям на аттракционы кататься, обалдеть? На аттракционы, конечно. О, ясно. Скажи, пожалуйста, Анфиса, а ты вообще любишь велопрогулки? Часто с мамой катаешься на велосипеде? Ну, каждый день. Каждый день вы? Ух, ничего себе. Друзья, расскажите мне, пожалуйста, такие места. Я путешествую по Беларуси на велосипеде, сегодня езжу по Минску. Может, вы можете порекомендовать, куда вообще стоит съездить в Беларуси и что посмотреть? В Беларуси мы очень любим Браслов. Были в Бресте, были в Гродно и там тоже очень красиво и есть на что посмотреть. Вот, мы как раз нашим проектом в велобайке, у нас уже второй сезон, мы в первом много где побывали и уже в этом сезоне побывали на Браслове. Место просто невероятное. Скажи, пожалуйста, вообще, Ксень, трудно находить время, все-таки много детей, на путешествии? На самом деле, мы очень любим путешествовать, часто ездим со всеми детьми. Я блогер, поэтому это такой вид контента. А, все, это хитрый план. Вот, это хитрый план работать и материнство, и путешествия все вместе, да, поэтому люблю путешествовать. Здорово. Расскажи мне, пожалуйста, еще такой вопрос. А бывает такое, что Анфиса уезжает покататься без тебя, вот честно расскажи. Да, да. Анфис, тогда рассказывай, где ты любишь кататься на велосипеде, в каких городах, на детские площадки, может быть, или в парке, все выкладывай. Ну, я люблю кататься в парках и в полях. Слушай, ну в парках это же безопасно, мама тогда не волнуется, в парке они огорожены, можно спокойно покататься, правильно? Да. А в полях это где? Ну, а он просто. Такой, я выезжаю от Ампули. Мы живем в таком районе, который сразу уходит в поле, поэтому мама и там не сильно переживает. О, класс. Отлично, друзья. У меня еще очень много точек моего маршрута сегодня. Скажите, пожалуйста, вот точно, куда мне стоит прямо сейчас двинуться? Район здесь, я знаю, там парк Челюскинцев. Отправляйся в парк Писателей, там здорово. Друзья, вам спасибо большое за интервью, давайте пятерочки. Хлоп, хлоп. И я отправляюсь дальше по веломаршруту. Парк Писателей, встречай. Прекрасного дня, седлайте своих железных коней и разъезжаемся. Пока-пока. Пока-пока. У большого города есть свой ритм. И приходится ему соответствовать. В череде событий всем нужно то, что будет радовать каждый день. Для меня это вкус сочных фруктов, которые я могу взять с собой везде. Балтика 0. 0 границ, максимум движения. Подведем итоги путешествия. За день я посетил несколько красивейших парков столицы. Побывал на самой молодежной и самой исторической улице Минска. Проехал практически полностью самый длинный проспект страны. И получил невероятное количество положительных эмоций. В путешествиях на велике есть особый кайф. Обязательно прочувствуйте его. Пользуйтесь нашими веломаршрутами и составляйте свои. До скорых встреч, друзья. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!